привет друзья с вами владимир соловьев и сейчас я расскажу как я рисую одноцветную графику мне очень нравится рисовать без черновика сразу на чистовик первым делом я делаю наметки о том какой сюжет у меня будет это будет автомобиль вот я ввожу первого персонажа очень важно использовать персонажей потому что они сразу создают историю вот я например добавляю странные детали в виде брызг из окна и они сразу формируют у меня графический элемент которая буду использовать в дальнейшем по всей картинке здесь появляется второй персонаж я рисую разные глаза и какие-то перья виде капель собственно повторяю ту графическую рифму которая только что нашел и теперь начинаю применять сразу же перехожу к первому плану сразу делаю разноплановое изображение чтобы поиграть объемом на переднем плане будет чайник который держит вот эта странная птица торт свечка чашка кепка разумеется у меня не настоящий объемный рисунок а такая графическая интерпретация в виде граффити или узора в котором повторяющимися элементами переплетается сюжет можно по-разному составлять композицию в этом рисунке я решил насытить композицию деталями не делать каких-то крупных акцентов на массе а достаточно равномерно все распределить это будет в дальнейшем выглядеть интересно я стараюсь изобразить автомобиль максимально искаженным чтобы он был непривычным и интересным визуально делаю несколько планов на переднем плане у нас рука с чайником и подносом на среднем плане наши персонажи а на дальнем плане я рисую дорогу дорогу буквально подбросила той скорости с которой движется наш автомобиль я рисую на заднем плане несколько деталей чтобы передать пространство знакомыми размерами предметов облаками солнцем кустами столбиками и другим автомобилем моя композиция закончена я добавляю несколько деталей к объектам которые уже нарисованы кепку каких-то персонажей в автомобиле которые придадут изображению большего интереса и эмоции уточняю салфеточкой и капельки и другие различные вещи типа бликов и вот я перехожу к следующему этапу рисования к контурной обрисовке у меня в руках специальный фломастер кисточка эта кисточка позволяет мне делать линии различной толщины я начинаю линию тонкой потом нажимаю сильнее и делаю линию толще обводкой я достигаю двух целей первая моя цель это выделить объекты на фоне других объектов сделать акцент основных деталей над общими элементами вторая моя задача которую решаю с помощью обводки я изображаю объем и освещение у меня в правом нижнем углу есть солнце поэтому на каждом объекте слева сверху я стараюсь чуть потолще нарисовать линии я только что подложил лист бумаги под руку чтобы не смазывать линии которую я нарисовал своей кисточкой краска не так быстро высыхает как мне хотелось бы всегда обращайте на это внимание чтобы не испортить свой рисунок тут я нашел второй графический элемент который мне понравился такие черные точки вот я его нарисовал в листиках в глазах и в столбиках и буду в дальнейшем повторять вот появляется первая плашечная закраска это дорога потом я перейду к небу тем самым я открываю новую свободу для себя это раскрашивание и игра белым и темным цветом игра формы и контр формы мне очень нравится моя маркетная кисточка она называется brush pen потому что я могу провести сразу интересную и нужную мне линию с первого раза если бы я использовал фломастер с постоянной шириной пера я бы такого сделать не смог мне бы пришлось специально прорисовывать ширину каждой линии что несколько неправильно поскольку инструмент должен диктовать как выглядит рисунок кроме всего прочего кисточка мне позволяет исправлять мои оплошности которые я допустил их не видно сейчас на видео но есть мелкие косички их я скрываю за широкой линии маркера я начинаю рисовать по левую сторону от линии которые наметил а потом постепенно переношу его на правую таким образом моя широкая линия закрывает первоначальную которую я провел неправильно закрываю оставшееся пространство намеренно использую контрастные переходы вообще вся такая графика напоминает разгадывание какой-то головоломки потому что как только закрываешь одну область сразу становится понятно какая следующая должна быть закрыта чтобы создать контраст и общее наполнение рисунка такой процесс раскрашивания конечно приятен но иногда может превратиться в рутину поскольку отнимает много времени мне например не всегда это нравится делать я предпочитаю короткие сессии не больше двух часов поэтому очень люблю графику проще но более продуманную поскольку я рисую сразу на чистовик такой процесс приносит больше удовольствия чем если бы я рисунок продумывал и разумеется мне интересен как сам процесс так и результат который я получу где-то в это время я понял что рисую же совсем мелкие детали которые не будут видны на видео поэтому решил здесь закончить и наношу последние штрихи обязательным элементом конечно же будет подпись с подписью любой рисунок выглядит законченным спасибо большое за внимание сейчас вы увидите как выглядит финальный результат вот с этими мелкими прорисованными деталями я добавил еще небольших штрихов мелких точек линий ворсинок и всего такого подобного приятного мне было очень интересно рисовать этот рисунок конечно получился очень странным что это за сюжет такой машина чайник дорога всего хорошего с вами был владимир слоев спасибо за внимание надеюсь вам понравилось вы можете дать мне об этом знать если поставите лайк или подпишитесь на мой канал это будет лучше для меня благодарность